О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. О сколько же открытий чудных, что рассказали о событиях на Майдане бывший премьер и нынешний глава МВД. Паника на Манхэттене и в Нью-Йорке на автовокзале взорвалась бомба первой версии полиции. Полет нормальный. Сколько украинцев воспользовались без виза? И чего ждет от Киева Брюссель? Столичный Абалонский суд сегодня был забит до отказа. Десятки камер, полицейские посты в зале взрывотехники и кинологи. А все потому, что в деле о госизмене беглого президента Януковича допрашивали первых свидетелей. И свидетелей статусных. Что происходило три года назад рассказали бывший премьер Яценюк и министр внутренних дел Аваков. Все детали этих слушаний в материале Александра Васильченко. Возле здания Болонского райсуда Киева усилены меры безопасности. Всех тщательно проверяют. Перед началом заседания стало известно, что к делу снова приобщились частные адвокаты Януковича. Они заявили, клиент отказался от услуг бесплатной защиты. Такая рокировка приводит к двухчасовой паузе в заседании. Вы решено допытать свидетельств, пана Авакова и пана Яценюка, как это было заплановано раньше. А до доследования письмовых доказательств, которые были наданы стороной защиты, вы решено было перейти в середу. После перерыва переходят к первому за три с половиной года допросу свидетелей. В этот раз правоохранителей возле суда больше, чем утром. В коридорах посты, в зале кинологи и взрывотехники. Несмотря на ходатайство адвокатов перенести заседание, допрос начали с бывшего премьера. Яценюк заявил, что не связывался с Януковичем после его побега из Украины. Последний раз говорил с ним по телефону в феврале три года назад. Если мне не впечатляет память, то это был мобильный телефон членов партии региона. И тогда я особо разговаривал с Виктором Януковичем с приводу его дальнейших действий. Для регулирования политической кризи, которая была спровокована в 2014 году. Также заявил, что Янукович постоянно сотрудничал с российской властью. В соответствии с Харьковским угодом, Виктор Янукович пошел на то, чтобы продолжить неконституционно термин перебивания иноземных войск, а именно российского Черноморского флота на территории Украинской государства до 2042 года. В том числе и это решение привело к незаконной анексии украинской территории. Кроме того, Яценюк утверждает, Янукович обратился к Путину с просьбой ввести войска в Украину. Допрашивали бывшего премьера два часа. Затем, после 15-минутного перерыва, в зале заседания появился министр внутренних дел. Арсен Аваков заявил, в феврале 2014-го они вместе с тогдашним руководителем СБУ Валентином Наливаченко искали беглого президента в Крыму. Я летал туда не для того, чтобы, как принято говорить, поймать Януковича, заковать его в Кандалвике, привезти и бросить на расперзание толпе, потому что в тот момент у нас не было ни соответствующих решений, ни соответствующих функций. Мы ехали туда для того, чтобы найти Юлькопедовича. Я хотел иметь с ним, как государственно назначенный функционер, разговор взятия которого надеялся, что Юлькопедович вернется к исполнению своих обязанностей и вернет на территорию страны. Аваков утверждает, что Янукович знал об этой поездке и пытался избежать встречи. По словам министров, последний раз они общались с ним накануне президентских выборов 2010 года, когда еще руководил Харьковской областью. Следующее заседание суд назначил на 13 декабря. Александр Васильченко, Евгений Коваленко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. Печерский суд тоже был под усиленной охраной. С самого утра здесь избирают меру пресечения задержанному Михаилу Саакашвили. У стен суда активисты, все входы и выходы отцеплены. На месте события побывала и наша съемочная группа, с чего все началось. Кто присутствовал и что говорили, расскажет наш корреспондент Юлия Жешко. Более тысячи правоохранителей, столько же активистов. Дымовые шашки и зал суда, в котором едва поместились журналисты и участники процесса. Именно так можно описать сегодняшнее слушание в Печерском райсуде. По делу Михаила Саакашвили. Его обвиняют по трём статьям. Покушение на преступления, сговор с преступной группировкой и содействие участникам преступных организаций. Отдельно говорили и о возможном сотрудничестве Саакашвили с российскими спецслужбами. Но сам подозреваемый утверждает, у него особый статус. Я не вважаю себя затриманным, я вважаю себя войсковым поломником. Я военнопленный, реально. То ли после такого дебюта, то ли следуя плану адвокатов, защита обратилась с ходатайством. Выпуститься Саакашвили из стеклянной клетки. И разрешить находиться в зале рядом с супругой. Суд согласился. Второе ходатайство защиты касалось отвода прокуроров. Мол, при задержании те нарушили закон. Однако судьи, посовещавшись, прошение отклонили. Следственный судья Печерского райсуда приобщил к материалам дела. Заявление ряда народных депутатов. О взятии Саакашвили на поруки. Те требуют меру пресечения не назначать. Мол, из Украины он уезжать не собирается. И никуда не сбежит. Юлия Жешко, Иван Ермаков. Подробности. Телеканал Интер. Заседание, на котором избирают меру пресечения Саакашвили, продолжается до сих пор. У здания Печерского суда кордоны правоохранителей. А в зале то и дело объявляют перерывы. За ходом слушания следит наш корреспондент Елена Зорина. У нее узнаем последние новости. Лена, здравствуй, тебе слово. Катя, приветствую. Но в эти минуты в суде очередной перерыв. Все с минуты на минуту ждут решения суда. Судья удалилась в совещательную комнату. До этого были выступления нардепов, которые просили не применять по отношению к Михаилу Саакашвили никаких мер пресечения. И были готовы взять его на пороги. Также звучали аргументы защиты и обвинения. И вот что говорили. Никаких рисков того, что пан Михайло будет переховываться, тикать. Людина, яка навпаки, всеми своими силами и действиями повернулась в Украину. Их просто не существует. Никаких доказов, которые лягли в хлопотание про обрание запобежного захода, я особо не видел. Как, в принципе, мои коллеги так же сказали. Мы видим купку протоколей про призначение следователей, протоколей, что один одного изменяет, какие-то зверицы с зайцем и волком и все. Воно расследуется с 18 марта 2017 года. Розговые о том, что там какие-то другие проведения и так далее, страны защиты не внимательно меня слушали. Обвинение, напомню, требует для Михаила Саакашвили круглосуточного домашнего ареста на два месяца. Защита с этим не согласна и говорит, что Саакашвили этого не заслуживает. В своем финальном выступлении он сам своей вины не признал. Но здание по-прежнему под усиленной охраной. Пока все проходит спокойно, все ждут решения суда. Лена, спасибо тебе за детали. Елена Зорина была на связи со студией. Она продолжает следить за ходом заседания в Печерском райсуде столицы. Вымогательство, изнасилование и незаконное хранение оружия. Трижды судимый луганский бизнесмен, основной донор партии за життя. В третьем квартале этого года практически все партийные затраты взял на себя Ростислав Дубовой. Об этом говорится в материале интернет-издания главком. Согласно финночету Политсилы, поданному в НПК, основными спонсорами являются 4 человека. Сам Рабинович и еще 3 его однопартийца. Не считая офиса на окраине столицы, грузовика и пары тысяч за услуги нотариуса, все остальное оплатил именно Ростислав Дубовой. По данным СМИ он является владельцем и совладельцем нескольких предприятий в Киеве, но сам проживает в Луганской области. В период с 2009 по 2013 годы Дубовой был трижды судим, однако после событий на Майдане все обвинения были сняты. Журналисты утверждают, что в этом ему помог Игорь Керимов, криминальный авторитет по кличке Татарин, с сыном которого уже в 2014 Дубовой зарегистрировал свои предприятия. Петра Мельника, бывшего ректора Национальной налоговой академии, оправдали. Решение принял Бородянский райсуд Киевской области. Мельника обвиняли в незаконном отчуждении недвижимости Академии. Это полтысячи квадратных метров под Киевом, более тысячи в Каменесподольском и две с половиной тысячи в Симферополе. Судебная эпопея длилась с 2013 года. Мельник даже пускался в бега. Его задержали в США в 2013, а в апреле 2014 он вернулся в Украину, где был повторно арестован. Коррупция не меньшая угроза для Украины, чем российская агрессия. Так считает бывший министр обороны США Эштон Картер. По приглашению фонда Виктора Петчука он прилетел в Украину и прочел лекцию на тему безопасность для Украины. В дискуссии также принял участие бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк и генерал Джек Кин, который руководил операциями США в Ираке и Афганистане. Именно борьба с коррупцией – одна из первоочередных задач для Украины. Вам необходима система предотвращения коррупции и хорошая судебная система. Они не менее важны, чем работа органов прокуратуры, которые борются уже с последствиями этого явления. Это нужно не мне, не США. И поэтому я не могу говорить вам – будьте терпеливыми. Терпеливыми быть нельзя. Нужно добиваться изменений системы, чтобы она работала на людей. Борьба с коррупцией была одним из основных требований для введения безвиза с Евросоюзом. Сегодня ровно полгода, как он вступил в силу. Воспользоваться условиями упрощенной системы успели 350 тысяч украинцев. Это данные Госпогранслужбы. А вот какие итоги подводят в ЕС, расскажет Елена Абрамович, наш СОПКОР в Брюсселе. Когда заработал украинский безвиз, некоторые западные издания пугали читателей. Мол, Евросоюз заполнит миллионы мигрантов из постсоветского пространства. Впрочем, за первые три месяца поток украинцев увеличился всего на 10%. А преимуществом безвиза, то есть с биометрическим паспортом без действующей визы, воспользовались только 3% тех, кто пересек границу. Большинство с Польшей и Румынией. После лета ажиотаж спал. И если вначале кордон по безвизу пересекали около 80 тысяч украинцев, то теперь только 30%. Первоначальное ожидание, что миллионы украинцев поедут в Европу, однозначно не подтвердились. Но все же произошел значительный рост. Я считаю положительным то, что украинцы могут путешествовать, поддерживать социальные связи с ЕС. Поскольку не было никаких проблем с возвращением или пересечением границы, это однозначно положительный опыт. Положительным опытом в Брюсселе считают и реформы, которые Киеву удалось воплотить где-то благодаря помощи, где-то под давлением ЕС. Еврокомиссия оставила за собой право приостанавливать безвиз, если вдруг из Украины хлынет волна мигрантов и будет серьезное нарушение условий и сроков пребывания. Или же в случае свертывания реформ. Похоже, беспокойство вызывает именно последние. Принимая во внимание события последних недель, вопросы коррупции и независимости институтов, весь этот скандал вокруг НАБУ создают причины для беспокойства. Украинское правительство должно выполнять взятые на себя обязательства бороться с коррупцией. Исключений быть не должно. Чтобы удержать Украину на пути реформ и борьбы с коррупцией, Брюссель обязался делать ежегодный мониторинг. Выполняется ли обещание? И должным ли образом работают все институты, которые создавались под безвиз? Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское берет телеканала Интер. Реформы продолжаются. Поднять среднюю зарплату по стране до 10 тысяч гривен и ликвидировать очереди в детские сады. Таковы цели правительства на ближайшие годы. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных масс-медиа. По его словам, Кабмин разработал специальную программу до 2020 года, которая должна увеличить количество мест в детсадах до 96 тысяч. Но самая важная цель на следующий год – рост средней зарплаты. Я готов тут их поддерживать спимфінансирование, если необходимо, но мы должны решить проблему, чтобы дети, украинские дети, не стояли в червах. Но еще одно важное вопрос – это довести среднюю зарплату в стране до 10 тысяч гривен в 2018 году. Чтобы средний работник при курсе национальной валюты, как сегодня, при относительных ценных цен, как сегодня, получил зарплату в среднем 10 тысяч гривен. Это наше завдание. Сегодня 7400. Боевики обстреляли Авдеевку из Града. В реактивные снаряды ударили по городу сегодня в полдень. Люди по счастливой случайности не пострадали, но повреждена железная дорога и высоковольтная линия, которая ведет к Авдеевскому Коксахиму. Не утихают обстрелы и на Светлодарской дуге. Подробнее о ситуации на передовой нашего инкор Ирина Баглай. Это лезвия, которые мгновенно перебивают деревья, осколки от вражеских 120-мм мин. До войны здесь был питомник елей. За три года, с тех пор, как пехотинцы держат оборону под Донецким аэропортом, у наших военных рука не поднималась срубить деревья. А вот боевики нещадно прореживают заповедник. Я же куда отключила. Российские наемники наращивают интенсивность огня. Накануне под Авдеевкой боевики выпустили больше трех десятков мин. Ориентировочно где-то, ну, со стороны терминалов. Обычно откуда-то за дома стреляют или какой-то окоп выкапывает. У них есть хорошее укрытие, скелет терминала, то есть за терминалами элементарно могут поставить. Такими минометными обстрелами противник пытается еще и отвлечь наших солдат. Под огнем к украинским позициям выдвигаются штурмовые группы боевиков. Сюда начинается с СПГ. Пару сюда ракет, а потом уже начинается стрельба. К нам сюда насыпают, отвлекают, а слева или справа пытаются пройти. Но там тоже наши посты не дают. Одна из главных целей наемников – наблюдатели на позициях. На них активно охотятся вражеские снайперы. В блиндаже, кажется, вовсе негде укрыться. Все простреливается. Слушай, есть ящички пару метров между бойницами. Тут можно и стоять. Пульки летают сюда, звуки всякие разные. По ночам ярче? Ярче, да. Светлее, чем нюх. Там же, где пехотное вооружение оказывается неэффективным, боевики прибегают к хитрости. РПГ сюда не долетает. Прикручивают 82-ю мину. Она просто летит дальше. И прилетает сюда. В последнее время наемники все чаще бьют по украинским позициям, прикрываясь стратегическими гражданскими объектами. Для врагов это как страховка не получить ответный удар. Донинская фильтровальная станция снова на линии огня. У них там, скорее всего, есть огневые точки, которые они используют в крайний момент. Какие-то крайние моменты или для каких-то нанесения точечных, райды какие-то, что они отработали, оттуда и ушли. И все. И туда стрелять нам нельзя. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Соединенные Штаты не намерены менять свои приоритеты в Сирии в ответ на действия России. Такой ответ Пентагона на сегодняшнее решение Москвы начать вывод войск из этой страны. О выводе российского военного контингента, находясь в Сирии, сообщил Путин. Откуда такой поворот событий? Дмитрий Анопченко задавал эти вопросы в Пентагоне. Возглавляемая штатами коалиция продолжит функционировать в Сирии, а решение Москвы никак не повлияет на приоритеты Вашингтона. Так сказали сегодня в Пентагоне. В ответ на многочисленные вопросы прессы, мол, что дальше после того, как Россия решила забрать свои подразделения и захваченной войной страны. Буквально только что у нас была возможность узнать мнение американского военного ведомства, узнать из первых уст, пресс-секретарь Пентагона Роберт Мэнинг, отвечая на мой вопрос, сказал, что Соединенные Штаты не намерены корректировать свою позицию по Сирии. И вот почему. Прямая цитата. Заявление России о выводе их войск зачастую не всегда соответствует фактическому сокращению подразделений. И, конечно же, они не повлияют на американские приоритеты в Сирии. Глобальная коалиция продолжит свои операции в Сирии и будет помогать местным силам, чтобы закончить разгром ИГИЛа. Таким образом, американские военные намекают, российские сообщения о выводе войск зачастую не подразумевают реального сокращения контингента. Мол, это может быть еще и пропаганда. И это еще одна причина, почему Вашингтон пока что не будет корректировать свои планы. О российском решении стало известно только сегодня. И хотя поездка Путина в Сирию ни для кого не была сюрпризом, объявление о том, что Россия ставит точку в военной операции, которая длится уже больше двух лет, с сентября 2015-го, многих застало врасплох. По предварительной информации, Москва обещает забрать 23 самолета, свои вертолеты, военную полицию, минеров и даже свернуть в госпиталь и сократить количество военных советников. Сохранив лишь две свои базы в Хмемине и Тартусе и оставив на боевом дежурстве системы ПВО, но не больше. В Пентагоне не многословны, они не комментируют причины, которые заставили Россию выводить войска, они просто не имеют права говорить о политике. А вот отставные военные куда более откровенны, находящиеся сейчас с визитом в Киеве. Бывший заместитель начальника штаба американской армии генерал Кин напрямую связал происходящее с предстоящими выборами в России. Он готовится к выборам. Конечно, они будут говорить, что выручили союзника, оказавшегося в критической ситуации. Теперь кампания закончена, и Путин хочет представить это как свою личную победу в преддверии выборов. Но когда власти США говорят, что теперь конфликт будет разрешен и Асад уйдет, это тоже фантазии. При этом военные аналитики уверяют, вывод российских войск не затянется на месяцы. По предварительным данным он займет всего лишь несколько суток. К примеру, авиации, для того, чтобы перебазироваться на российские аэродромы, необходим сравнительно короткий перелет. Порядка 5-6 часов. Но это означает и другое, если Москва по какой-то причине вдруг изменит свое решение, о котором сейчас во всем мире так много говорят. Она сможет все переиграть и достаточно оперативно нарастить военное присутствие. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Попытку теракта предотвратили в Нью-Йорке. 27-летний мужчина привел в действие взрывное устройство на автобокзале. Но больше всех пострадал он сам. Все подробности в нашем сюжете. Взрыв в самом центре города, на автобусном терминале порт Атеретина, расположенном возле Таймс-сквер, прогремел в 7.20 утра, посеяв панику и хаос на самом большом автовокзале США. Вдруг я увидела группу людей. Они мчались, как сумасшедшие. Женщина упала, но никто даже не остановился, чтобы ей помочь. Все были напуганы, царила паника. Потом все замедлилось, стали прибывать полицейские и военные. Было понятно, что это произошло, но никто не знал, что именно. Автовокзал тут же эвакуировали, а вместе с ним ближайшие улицы и станции метро. Кстати, на одну из них изначально и пытался пройти злоумышленник со взрывчаткой на поясе. Но его вовремя остановили службой безопасности. Во время задержания и прогремел взрыв. По некоторым данным, легкие ранения у четырех человек. Больше всего пострадал сам бомбист. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Имя подозреваемого Акаед Ула. У него множественные ожоги и раны. По словам следователей, на мужчине был пояс смертника с самодельным взрывным устройством. О личности подозреваемого известно немного. По некоторым данным, это мусульманин, выходец из Бангладеш, 7 лет проживший в Бруклине. Его сразу же взяли под стражу. О случившемся доложили президенту Дональду Трампу. Преступление находится под контролем ФБР. Будем откровенны, это была попытка теракта. Слава богу, преступник не достиг своей цели. Благодаря нашей быстрой реакции на ситуацию, люди в безопасности. Сейчас полиция устанавливает, действовал мужчина в одиночку или у него были сообщники. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. Это подробности и далее в нашей программе. Нажиться на стариках. На что идут мошенники ради скудной выгоды? И сколько пенсионеров пострадали от их афер? Борьба за священный город. Зачем израильский премьер прибыл в Брюссель и что просит УЕС? Убийственная красота в Британии. Впервые за многие годы выпал снег и парализовал города. Почему косаткам не готовы? Буквально только что завершилось заседание по делу Саакашвили. Судьи отклонили ходатайство прокуратуры взять его под домашний арест и отпустили на свободу. У стороны обвинения есть пять дней на обжалование этого решения. Авария на шахте в Днепропетровской области. Ранены четыре человека. Как сообщил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, ЧП произошло на шахте Днепровская. Во время подъема рабочих оборвался провод на тягаче. Шахтеры не стали ждать, пока сработает тормозная система. И начали выпрыгивать из вагонеток, из-за чего и пострадали. Причины аварии устанавливает специальная комиссия. В Харькове возобновят строительство метро 320 миллионов евро. На это выделит ЕБРР и Европейский инвестиционный банк. Договор подписали сегодня в присутствии президента Петра Порошенко. По словам главы Харьковской области госадминистрации Юлии Светличной, Харьков потратит на этот проект 10 миллионов евро из собственного бюджета. Соглашение предполагает строительство депо, двух новых станций и закупку 85 вагонов. Работы уже начались, новую ветку проложат в направлении аэропорта. Потому что вкладывают деньги только в тех, кому доверяют, и тех, кто показывает результат. Харьков – это второе место миллионов после Киева. И важным вопросом является налажение инфраструктуры. Это позволяет разворачивать земные артерии. Это позволяет комфортному, качественному и безопасному движению граждан Харьковщины. А также это инвестиции в экологические вопросы. Время агрессии Российской Федерации против свободной и независимости Украины, в городе, который находится в 40 километрах от российского кордона, мы, объединяя усилия, начинаем делать то, что не делалось за много лет независимости нашей страны. Мы инвестируем огромные деньги в строительство метро. Эти деньги являются символом поддержки Европейского Союза, реформ, которые происходят в Украине. Позарились на скидки, а лишились последнего. Это о харьковских пенсионерах. В городе орудовала целая банда, которая обворовывала стариков. Как работала схема и где еще наследили мошенники, выяснила Светлана Шекера. Доверчивых пенсионерок молодые люди с яркими конвертами в руках находили прямо на улице, в спальных районах Харькова, возле небольших супермаркетов. Предлагали вытянуть конверт и выиграть бонусы, которые можно будет обменять на бытовую технику. На такой крючок попалась и Тамара Петровна. Женщина рассказывает, отдала мошенникам тысячу долларов. Сначала девочка сказала, ну вот на ваш номер, подает мне номерок, на ваш номер выигран электрочайник. А потом подошла еще одна и тоже дает ей визитку эту. Она говорит, ой, вы знаете, на ваши две выигрываете посудомоечную машину. Чтобы получить скидку, женщина должна была доказать платежеспособность положить в конверт собственные деньги. Временно, пока не выдадут скидочную карту. Тамара Петровна даже домой сбегала и принесла все, что насобирала на черный день, чтобы скидка была побольше. Ну, получилось так, что, в общем, меня уболтали, я пошла и отдала тысячу долларов. Я вместе с ней пришла, отдала ей доллары, она мне выдает конверт запечатанный. Говорит, этот конверт вы сразу не распечатываете. А где-то дня через два вам там их распечатают, дадут вам договорчик, и вы будете пользоваться бонусами. Да я хотела на бонусы, пошиковать перед Новым годом, вот и пошиковала. Вместо собственных денег и карточки на скидку, женщина получила конверт с нарезанной бумагой. Пенсионерка сразу же пошла в полицию. Полтора десятка человек, которые обманывали пенсионеров, задержали. Проведено несколько обшуков, в час, в которых выложены и эти конверты, и ляльки, гроши. У нас есть две женщины-организаторки с 40 и 49 лет. Следствие, есть информация, которая сейчас проверяется, что эта группа гастролювала по Украине. И что, принаймні, еще в трех областных центрах Украины такие акции отбывались. Сейчас следствию известно о десяти обманутых пенсионерах. Правоохранители подозревают, что пострадавших может быть больше сотни, и не только в Харькове. И просят людей, попавшихся на крючок мошенников, идти в полицию. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков. Разбой средь бела дня в Ужгороде похитили человека на глазах у сотен очевидцев. Нападавшие были вооружены и действовали достаточно дерзко. Шокированные свидетели вызвали полицию. Что было дальше, расскажет Марина Коваль. Инцидент произошел на БАМе. Так в Ужгороде называют микрорайон, где расположены несколько корпусов университета и общежития. Мужчина вышел из своего дома и сел в Мерседес серого цвета. Когда начал движение, дорогу заблокировали два внедорожника. Что было дальше, нам по телефону рассказал один из свидетелей. Преступники скрылись, но очевидцы запомнили номера машины и сообщили в полицию. Уже через пару кварталов нападавших задержали. Мужчину освободили. Похитителями оказались трое жителей Мукачево и один из Ужгорода. Самому младшему 18 лет. Подозрюю, что причиной этого всего стало вымагание денег, а также, естественно, вылучшение на оружие. Ее направили на экспертизу. Сейчас выучается правовая квалификация, которая там частично будет именно по незаконному поводжению со оружием. Имя человека, которого пытались похитить, в полиции не называют. Известно только, что ему 29 лет, частный предприниматель. Якобы владеет сетью интернет-клубов. По одной из версий, мог стать жертвой рэкетиров. По другой, взял некую сумму в долг и не хотел ее возвращать. Истинные мотивы сейчас устанавливает следствие. Задержанным прокуроры объявили о подозрении. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности. Телеканал Интер. Ужгород. Подростковый рэкет. Старшеклассница одной из школ Мелитополя пыталась обложить данью ученицу младших классов, угрожая убийством. Так заявляют родители пострадавшей. Вот только с их версией согласны не всем. Что же на самом деле произошло, разбирался Сергей Бордюжа. Сегодня мама шестиклассницы Дианы дочь в школу не пустила. Говорит, девочка боится туда ходить из-за шантажа и угроз восьмиклассницы Влады. Та требует у нее деньги. Звонит почти каждый вечер. Мне говорили, что за окном стоит маньяк. Он хочет тебя убить, всю твою семью убить. Говорили, что деньги ты нам должна каждый день по 10 гривен в школу приносить. Угрожали мне. В подтверждение слов дочери Анжела Гладкова демонстрирует аудиозапись разговора подростков. Рассказывает, запугиваниями занимаются две девочки и мальчик. Что вы от меня хотите? Каждый день на протяжении недели приносишь в школу по 10 гривен и отдаешь влаги. Не говоришь зачем. А если я не принесу? Нет денег, нет тебя. Мама Дианы говорит, уже жаловалась на обидчиков дочери руководству школы. Впрочем, это мало помогло. На следующий день нам позвонила мама. Представилась Ирина. Сказала я мама Глеба. Он один из участников вымогательства. Она попросила извинения. Сказала, что она виновата, что они не усмотрели, что не примут меры. Но, несмотря на это, рэкет не прекратился. У Дианы продолжают требовать деньги. В школе, куда съемочная группа подробностей пришла за комментариями, нам заявили следующее. Мы не будем переносить конфликт улиц. Это наши дети. Но они живут на улице. И у них неприятности очень много лет на улице происходят. Понимаете? На сторону старшеклассницы, которую обвиняют в вымогательстве и запугиваниях, встал и классный руководитель. Поведение там хорошее. Даже можно сказать примерное. Вот я их веду в пятый, шестой, седьмой и восьмой класс. Она хорошистка. Поговорить с родителями старшеклассницы удалось только по телефону. Мать девочки называет все выдумками и клеветой. И обещает нанять адвоката. Нет, это было единоразово. Дети получили выговор от участковых. С ними проведена была беседа. Но то, что написано было систематически, создала банду и постоянно угрожает ее семья. Вот за это, за это она ответила. Тем временем семья девочки, которую пытались обложить Данию, уже написала заявление в полицию. Там пообещали разобраться. Займять дело, говорит мама Дианы, она не даст. Если будет нужно, пойдет и в прокуратуру. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер. Запорожская область. Венецианская комиссия официально опубликовала решение по украинскому закону об образовании. Среди главных рекомендаций начать новый диалог с нас меньшинствами, продлить переходной период вступления закона в силу, исключить из его требований частная школа, а также обеспечить должный уровень обучения на официальных языках ЕС. Особое беспокойство вызвало также отношение закона к обучению на русском языке. Его, по мнению юристов, документ ставит в неравноправное положение. В украинском МИДе уже пообещали, что выполнят требования Венецианской комиссии. Тем временем в Венгрии заявили, что готовы поддержать Украину, если власти выполнят все требования Венецианской комиссии, не будут ограничивать права нас меньшинств и начнут с их представителями новые переговоры. Миссия невыполнима. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приехал в Брюссель. Надеется убедить страны Евросоюза признать Иерусалим, столица Израиля, как это сделали недавно США. Что ответили европейцы, зная Татьяна Лагунова. В поисках поддержки впервые за последние 20 лет премьер Израиля с визитом в Брюсселе. Приехал попросить Европейский Союз последовать премьеру США и признать Иерусалим столицей Израиля. В Брюсселе у Беньямина Нетаньяху встреча с министрами иностранных дел ЕС. Тема переговоров со всеми одна. Дескать, пора и европейским странам перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Пора и палестинцам признать еврейское государство и тот факт, что у него есть столица, которая называется Иерусалим. Несмотря на то, что у нас нет единения по этому вопросу, я надеюсь, что оно будет достигнуто в ближайшем будущем. И верю, большинство европейских стран перенесут свои представительства в Иерусалим и признают его столицей. Европа оптимизм политиков, впрочем, не разделяет позицию ЕС от имени всех, выразила шеф европейской дипломатии Федерико Магерине. Статус Иерусалима может быть определен только на прямых переговорах израильтян и палестинцев. А пока это столица двух государств и точка. Мы намерены и в дальнейшем уважать международный консенсус по Иерусалиму, пока окончательный статус священного города не будет определен путем переговоров двух сторон. Мы надеемся, что стороны смогут провести их конструктивно при поддержке международного сообщества. Кроме главных дипломатов Европы, свою позицию Беньямину Нетаньяху попытались донести и палестинцы, которые живут в Брюсселе. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Свою позицию бельгийские палестинцы выразили громко. На демонстрацию в Брюсселе вышли десятки человек. Они выкрикивали антиизраильские лозунги и призывали Европу быть категоричной. Тем временем на Ближнем Востоке продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими силовиками. Неспокойно и на западном берегу, и в секторе газа. Люди жгут шина бросают бутылки с зажигательной смесью и камни. Военные отвечают слезоточивым газом. Там есть раненые. Акции протеста против признания Иерусалима столицы Израиля прошли и в столице Ливана. Их организовало движение Хизбалла. Снегопады накрыли Европу. В Британии, Франции и Бельгии с перебоями работают. Железная дорога и аэропорты на дорогах настоящий хаос. Почему передовые страны мира не справляются за снегопадом, который в Украине никого бы не удивил, знает Светлана Чернецкая, наш Субкор в Лондоне. Это очень редкое явление. Снега на знаменитых красных телефонных будках и черных кэбах не видели годами. Это такое зрелище. Жаль только, что снег сразу тает. Помню, что последний раз, когда снег чуть-чуть задержался и можно было сделать настоящего снеговика, это было лет 20 назад. Впрочем, наслаждение от настоящей зимней погоды очень быстро омрачилось. Поскольку снег и минусовые температуры в стране события исключительные, транспортная система совершенно к ним не готова. У нас продолжает действовать предупреждение о плохой погоде от метеорологического офиса. Посмотрите, сколько снега выпало за день. Проблемы начинаются с лондонского метро. Большинство линий подземки выходят на поверхность, а поезда не приспособлены к такой погоде. То же касается железной дороги. Огромные задержки в аэропортах, вдобавок к снегу, еще и сильный ветер. Многим пришлось ночевать просто в залах. Британская погода сделала заложниками 50 тысяч авиапассажиров по всему миру. Это очень грустно, конечно, что власть не справляется с такой погодой. Дети не идут в школу с общественным транспортом. Настоящая беда. Этот день войдет в историю как черный ледниковый понедельник. Десятки ДТП и огромные пробки на автомагистралях. Здесь водители не меняют резину на автомобилях. Ведь в Соединенном Королевстве зима зачастую мало чем отличается от осени или весны. Точно такой же логикой руководствуется местная власть. Да, можно было бы инвестировать в инфраструктуру и специальное оборудование, чтобы снег не приводил к такому хаосу. В частности, делать дороги с подогревом или закупать новейшие снегоочистительные машины. Но все расчеты показывают, что это будут неоправданные расходы. Гораздо дешевле переживать этот Армагеддон раз в несколько лет, чем тратить миллионы на такое редкое явление, как снег. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Хорошо ли бегают немецкие санты? Сколько слов помещается в самом длинном кроссворде? И в какой стране кино теперь в законе? Об этом не только в нашем обзоре. Спортивный санта в пригороде Берлина прошел традиционный, уже девятый забег Деда Морозов. События семейные. Единственное условие для участников – красная куртка и шапка санты. Впрочем, некоторые на этом не остановились. И чтобы больше походить на новогоднего персонажа, надели весь костюм вместе с бородой. В этом году по улицам городка пробежало около тысячи сант. Рекорд для любителей головоломок. Пенсионер из Литвы составил кроссворд длиной 150 метров и установил национальный рекорд, зашив головоломку 12 757 слов. Горизонтально-вертикальный узор мужчина начертил на листах формата А4, склеил их между собой и отнес самодельный сверток для официального замера в местную библиотеку. Предыдущий рекордный кроссворд в Литве составлял 7080 слов. Дикий слон атаковал пассажирский автобус в провинции Юнь-Нань. Великан провел лобовое стекло и начал толкать машину. Никто из пассажиров не пострадал. Местные СМИ сообщают, что раньше этот же слон пытался сбросить с дороги грузовик и сильно его повредил. Тогда тоже обошлось без жертв. Почему животное так себя ведет, неизвестно. Местные предполагают, он воспринимает транспорт как соперника. Долго и счастливо не получилось. В Австралии однополая пара подала на развод сразу же после принятия закона о легализации гей-браков. Лесбийская пара из Перта расписалась еще в 2015 году в консульстве одного из европейских государств. Но отношения не сложились, а процедуры удаленного развода по европейскому законодательству для неграждан ЕС не существует. Новый австралийский закон открыл дорогу не только для бракосочетания, но и для обратного процесса. Почти полвека без большого экрана, попкорна и колы со льдом. Спустя 35 лет Саудовская Аравия снимает запрет на кинотеатры. Смотреть фильмы на широком экране местные жители смогут с марта 2018 года. Власти решили, что это не только на пользу культурной экономики королевства, но и принесет государству дополнительные деньги и создаст новые рабочие места. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности в ЮЭЙ. И желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok